Как мы знаем, два года назад вступил в действие закон о процедуре расчета налога на имущество физических лиц. Что изменилось в начислении имущественных налогов за это время? Об этом нам расскажет Лариса Захарова, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками управления ФНС России по Республике Сахай-Якутия. Доброе утро, Лариса Юрьевна. Итак, давайте для начала разберемся, налог за какое имущество следует уплачивать. Налогоплательщиками налога на имущество признаются физические лица, обладающие правом на это имущество. К объектам налогоблажения относятся жилой дом, квартира или комната, гараж или машина-место, объект незавершенного строительства, а также иные строения, сооружения, здания. А кто имеет право на льготы? На льготы имеет право большой перечень. Это герои Советского Союза, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды 1-2 группы, инвалиды с детства. Физические лица, которые ведут профессиональную творческую деятельность в помещениях, предназначенных исключительно для творческих мастерских, галерей, музеев, библиотек на период их использования, а также хозяйственное строение сооружения, площадь которого не превышает 50 квадратных метров, и которые находятся на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также огородничества, садоводства. С полным перечнем вообще можно ознакомиться на сайте ФНС России www.налог.ру. А как оформить налоговую льготу? Налоговую льготу можно оформить, предоставив налоговую инспекцию, подтверждающую документы на право на льготу. И в данное время налоговая инспекция будет рассчитывать налог на имущество. И в целях корректного начисления налога необходимо подать заявление, желательно, до 1 апреля текущего года. В первую очередь это относится к плательщикам, которые в прошлом году стали пенсионерами или оформили инвалидность. То есть получается, что необходимо подойти в налоговую службу до 1 апреля, написать от руки заявление, то есть заявительный характер. А можно это ли сделать как-то удаленно при помощи электронных, чтобы не приходить? У нас есть замечательный электронный сервис, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Если налогоплательщик находится, допустим, не в городе, что не может предоставить, он может это сделать через личный кабинет, отправив заявление в форму, а также подтверждающие документы. И до какого числа нужно это сделать? Желательно до 1 апреля, до именно когда налоговые инспекции не начнут рассчитывать налог за имущество 2016 года. До 1 апреля это получается за прошлый год? Мы сейчас рассчитываем налог за 2016 год, срок которого 1 декабря. А вот вы говорили, да, вот если, например, у пенсионеров в собственности имеются 2 квартиры, да, то есть он же попадает, да, в категорию вот этих льготников? Да, конечно. То есть получается, что он не будет платить вообще, да, никакие налоги? Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида собственности, то есть пенсионер имеет право на льготу на жилой дом, также на квартиру или комнату, и также на гараж или машиноместо. То есть на 1 объект. То есть на 1 квартиру получается? Он уже будет с налогом, с исчисленным. Ага, а если он будет ее сдавать, там, как-то вот, как частное лицо? Налогоплательщики, они также платят, представляют декларацию 3НДФЛ, он имеет право все равно на эту льготу. Налоговую льготу имеют право собственники объектов имущества, которые не используются в индивидуальной деятельности. То есть это предприятие какое-то, не предприятие, а индивидуальный предприниматель, он использует свое, допустим, здание, строение, сооружение под магазин, он уже льготу не получит. А что будет, если, допустим, дом, не дай бог, сгорел? Все равно нужно будет платить налог? Налог платится именно на объект собственности, который есть в наличии. Если дом сгорел, у него уже идет отчуждение, и он платит только за тот период, которым он владел. А кто вот это устанавливает? Может быть, сгорела только крыша? Это устанавливается документами, подтверждающими пожарными службами, администрациями и так далее. А вот еще такой вопрос. Вы уже об этом немножко сказали, но хотелось бы поподробнее по поводу хозяйственных построек. То есть не берется налог? В отношении хозяйственных построек, площадь которого не превышает 50 квадратных метров, и которые находятся на земельных участках, предназначенных именно для ведения личного подсобного хозяйства, а также огородничества и садоводства. А еще такой вопрос, да, вот должен ли тот же пенсионер платить налог, если имущество ему перешло по наследству? Конечно, он же будет являться собственником объекта, и с этого момента, как он является собственником объекта, он становится плательщиком налога на имущество. Это также относится, допустим, и для... Вот сейчас даются материнские капиталы, и многие родители оформляют собственность на своих несовершеннолетних детей. Дети не работают, не получают доход, но это не значит, что они не являются плательщиком. Они также являются плательщиком налога на имущество, но за эту обязанность на себя берет родитель. А что будет, допустим, если в какой-то причине не оплачивался налог? Человек придет, повесточка, ну, о том, что уже... Или сначала позвонят. Ну, сначала приходит налоговое уведомление со сроком уплаты 1 декабря и квитанция об оплате налога. И в срок до 1 декабря у нас все граждане, это конституционно закреплено 57-й статьей, что обязаны платить установленные законом налоги и льготы. И есть льготы у нас предоставляются нормативно-правовыми документами муниципальных образований. И ставки налога, они в каждом муниципальном образовании разные. И, соответственно, и льготы дополнительные принимает каждый район. Вот, к примеру, район Абыйский возьмем. Там депутатами принят закон, что устанавливается льгота для почетных граждан поселок Белая гора Абыйского района. И в каждом муниципальном образовании тоже бывают дополнительные льготы, а также отличные друг от другого объекта ставки, от другого муниципального образования, вернее. Что ж, огромное спасибо, Лариса Юрьевна, за познавательную беседу. Я думаю, что многие наши телезрители подчеркнули для себя многое полезное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...